Алексей Пехов Студент Сарфти и основной вратарь сборной города по мини-футболу Ярослав Зинин. С этим циклом я познакомился на первом курсе института. Мне посоветовал ее очень близкий друг, который сказал, что стоит уже поглядеться в мир Пехова. До этого момента я не знал о таком авторе, о таком цикле, но познакомиться ближе я понял, что я уже не смогу жить без него. То есть получилось так, что первые три книги я прочитал в течение двух дней. А последняя книга цикла, к сожалению, на тот момент еще даже не вышла, и мы с другом с нетерпением ждали выхода этой книги. В данной книге есть три главных персонажа. Это Людвигов Нормайн, главный герой, на котором непосредственно завязан сюжет этой книги. Поповедник, светлая душа, которая во всех включениях сопровождает главного героя. И огородный пугово, одушевленный, которым каким-то образом завелась душа. Также в этом цикле очень хорошо прописаны второстепенные персонажи. Вот о чем я забыл сказать. Главный герой понятно, в любом, ну в очень многих книгах их можно хорошо прописать, но хорошо прописать второстепенных персонажей не каждому дается. И здесь ты сочувствуешь персонажам, переживаешь с ними тоже. А нет четкого понятия «добро-зло». То есть персонажи, которые вначале являются как бы злыми, на самом деле могут спасти мир. То есть можно охарактеризовать эту книгу, каждый может спасти мир. Также в этом, ну, я считаю, очень великолепно прописаны диалоги. Есть юмор, который мрачную обстановку данного мира очень хорошо разряжает. Данная книга имеет сквозной сюжет. То есть каждая история закончена. По сути, прочитав одну историю, можно отложить книгу в сторону и забыть. Но этот цикл имеет сюжет, который развивается. И, почитав только все четыре книги, можно понять задумку автора. Все-таки данную книгу я советовал бы читать тем, кто уже все-таки какой-то свой взгляд на мир имеет. То есть, ну, лет 16. Потому что раньше не поймешь всего того, что задумал Алексей Пехов. Кто знает, что делает оно ночью, когда вокруг, залитые лунным светом поля, и на проселочной дороге появляются одинокие путники. Я бросил на пугу еще один оценивающийся, и я так сказал. Наверное, ты сверепеешь от того, что изо дня в день приходится стоять в этом боком забытом месте, под ветром, дождем и снегом. Надо думать, тебе аппаратом допекло гонять ворон. Если хочешь, можешь присоединиться к нашей маленькой компании. Не обещаю, что будет интересно, но всяко лучше, чем торчать на ржаном поле. А Алексей Пехов «Цикл Страж» рекомендую для прочтения.